всем привет с вами денис и мирана мы выехали с ней на природу и заодно я вам решил показать новую покупку нашу мы до этого пользовались вот такими вот когтерезами с миран и вот она их знает она их нюхает мы их сторону выкидываем нет я заказал вот такой гриндер именно для крупных собак сейчас я вам заодно вам покажу его сделаю распаковку и попробуем на миране как он будет работать думаю вещь стоящая так что если кому интересно обязательно переходите по ссылке в описании так я посмотрел уже обзора на него все замечательно работает поэтому советую сразу переходите и сейчас я в принципе все вам покажу как он выглядит и опробуем все на миране так что приятного просмотра погнали вот такая вот у нас коробочка гризли про гриндель для крупных собак пород собак раскрывается очень просто вроде бы вот так вот опа все у нас вроде все досталось на пустая коробочка такой чехольчик сразу видно идет комплекте бархатный очень мягкий инструкция к сервисное руководство гризли про гриндер для животных дальше вот я вижу у нас есть зарядочка в комплекте идет сам гриндер у нас находится вот таком чехольчике и выглядит вот таким вот образом на пачке кстати написано что тут 2 лет подсветки два скоростных режима мощный мотор три часа зарядки и юсби кабель мы уже видели его вот так вот сам выглядит гриндер вот у нас фонарик тут изображен вот тут он заряжается снизу так открываем миране уже интересно вот так вот он выглядит можно включить фонарик работает фонарик то есть можно подсвечивать когда будете стричь когти собаки если очень темно так запускается таким образом первая скорость мира не уже интересно вторая скорость две скорости так максимальная скорость 10 тысяч оборотов в минуту как болгарка работает в общем вот такой вот у нас как-то я не знаю как правильно вот эта штучка называется биты или как ее называют как диск вот кристина мне подсказывает это у нас диск он довольно таки такой шершавый так вот так работает можно принципе себе делать маникюр даже вот так вот он выглядит довольно таки приятный на ощупь очень удобно закрывается все и кладем в чехольчик и можно хоть куда с собой хоть в путешествие пусть когда вы с собакой гуляете ходе ну хоть куда можно брать в портфель положили его не все и погнали сейчас в принципе будем пробовать на миране начала конечно же надо будет ее приучить к ним к нему чтобы она его не боялась то есть дать обнюхать сейчас в принципе все вам покажу так что смотрим дальше наш видеоролик а и 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 более переживает вот смотрите какие у нее сейчас покажу сначала какие у нее когти сейчас такие большие когти вот на этой лапе мощные какие когти сейчас будем пробовать и подтачивать их главное не торопиться каждые 5 секунд отрывать от когтя ведь маленько она переживает хочет бежать все все давайте вот эту лапу возьму я включил вторую скорость все все с маленько на попривыкнет миран давай столько что нормально стригла как бы ползла ладно сейчас попробую маленько по-другому я мирану буду гладить чтобы ее приучить а кристина будет и маленько подтачивать когти потому что собаку надо изначально как я уже сказал приучить к этому всему чтобы она не переживала не боялась сейчас она маленечко переживает поэтому как червяк двигается в сторону и вот таким вот образом я буду мирану гладить кристина будет ее точить когти и точить вот она переживая дергается может один кокоть сайте попробовали подточили и все получилось у нас видите как она валяется и охота баловаться они когти точить видим и на улице может домашней обстановке она бы не так себя вела так хорошо что точит он стачивает да и рада спокойно точится главный вот какую-то приятную и такое так вот погладить и кристина вот коктит коктит точит но когти стачивает вот так вот это все работает потихоньку не торопясь не надо пилить как болгаркой так маленько задели отвели маникюр мира не делает кристина мираша кайфует вот так хорошо вот покоилась собака сейчас главное приучить не надо резко начинать все все надо делать постепенно пыль да видите сколько пыли летит на гриндере сколько пыли когти у миран и большие даже я сказал бы очень большие вот до сухих ну убиран вот до суда где-то можно вот так вот мирана лежит у нас кайфует красоту и наводит на мираж вот так вот работает гриндер таким вот образом видите гриндер для крупных собак там есть вот эта насадочка там можно и принципе и мелким собакам подстригать когти и кошкам можно всем подряд можно даже себе при желании ну хватит я думаю потом еще сам допилю вот следующий каток пошел надо дать маленькой собаке отдохнуть и отдохнуть гриндеру самому иди гуляй иди гуляй пускай маленьком отдохнет всего этого после процедуры гриндер становится пыльный но его нельзя мыть водой ничем влажный не надо там протирать влажным просто сухой салфеточкой протираем всю эту пыль и кладем в наш мешочек но все-таки я советую если у вас такие у собаки большие когти то изначально когтерезами а потом уже до пилить данным гриндером потому что если вот такие когти пилить изначально гриндером то это будет очень долго а так подточить там что-то если у нас допустим маленько отрасли когаточки то можно в принципе этим гриндером работать а если как у мира на когте то это будет слишком долго советую все-таки сначала когтерезами поработать а вот эта насадочка нужно для того чтобы ее одели вот это вот у нас для мелких пород можно даже кошкам подстричь когти вот это для крупных пород ну а я у мирана очень большие большие когти то полностью снимал и удобно точил уже миран у нас сейчас яму копала весь язык земле в принципе гриндер очень хороший я бы рекомендовал его но как я уже говорил то желательно сначала когтерезами а потом уже поработать им в принципе очень хорошая и удобная штука если вы что-то хотите приобрести своей собаки то в принципе очень даже хорошо ссылочка будет как я уже повторял говорил будет в описании переходите смотрите и заказывайте ладно такой этот видеоролик получился еще будем снимать очень много видеороликов так что обязательно подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх ну а с вами были денис и чемирана всем до скорых встреч всем удачи всем пока